здравствуйте дорогие друзья сегодня мы продолжим говорить про войну и и сразу же когда мы смотрим в Торе мы видим там говорится о войне много рассказывается в Торе про войну а почему может видимо это очень важный аспект в жизни человека война я думаю яркий пример войны это можно привести из истории про шауля шауля наш первый царь который был призван в бороться воевать с амале и пророк сказал шаулю что он должен уничтожить всех амаликян включая детей и грудных детей и шауль спросил а почему разве это в чем дети виноваты за что они должны быть уничтожены ведь они ничего плохого не сделали и тогда сказали об этом мудрецы что тот кто кто кто-то жалеет злодеев сам делает зло я не знаю как это перевести по-русски амирахэм алахзарим и такзер алахманим тот кто это игра слов как бы да тот кто добрый к плохому становится плохим к добрым тот кто добрый к плохому становится плохим к добрым и но почему он этот вопрос вообще задал почему об этом подумал что это не не хорошо там убивает маленьких детей это потому что есть такая еврейская черта которая наши мудрецы говорят то что характеризует народ израиля это то что они стеснительные и жалостливы мил милосердные и да вот эти три жалостливые и милосердные эти три качества до гумлейха садим рахманим в байшаним и действительно этот это нас очень 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 сильно характеризует именно такой моральный аспект еврейского народа и это очень сильно проявляется во время войны особенно то проявляется во время войн мы видим что израильская армия сегодня это единственная армия в мире в которой в которой существует моральный кодекс бойца или то что называется чистота оружия есть такое понятие то армия чистота оружия этого понятия нет ни в каком другом языке в мире никто не значит такое вы знаете что в википедии когда вы пишете там какое-нибудь слово там стул или там облака любое слово тут же вам будет это это понятие переведено на многие языки в мире а вот когда вы пишете это понятие то аранешек то есть чистота оружия то есть только 3 на 3 языка это переведено на русский немецкий английский и все они говорят это понятие которое находится в израильской армии и все то есть нигде в мире такого понятия не существует чистота оружия как такое не может быть не может быть чистоты оружия оружие убивает но нет мы мы придумали такой интересный такой интересный феномен а что значит чистота оружия что мы имеем ввиду имеем ввиду что что солдат не должен пользоваться оружием по отношению к к не в оружии не к солдатам врага то есть мы имеем право стрелять только в солдат врагов а если это не солдат то стрелять нельзя и это записано в моральном кодексе еврейского солдата которые все израильтяне кто идут в армии все это проходят все это изучает этот кодекс то есть по этому кодексу что получается что что вот например когда был этот сейчас была эта резня да арабы пришли из газы зашли в еврейские в еврейские поселения и перерезали там евреев то все кто это делали они были большинство все так это было то что называется мирное население люди были гражданские это не солдаты не какие-то там боевики и вот по израильскому по израильским правилам поэтому кодексу израильского солдата нельзя было по ним стрелять то есть если бы я стоял там у входа в эту границу и видел как они бегут и этой толпы арабов бегут туда чтобы там перерезать всех евреев мне как солдату себя был тогда на службе мне нельзя было их стрелять них и не просто стрелять не в ней нельзя было их оскорблять там сказали про оскорбление и нельзя оскорблять мир мирное население нельзя унижать если я вижу что он едет на велосипеде а многие из них ехали на велосипеде если вы помните то нельзя у меня и и их отнимать отбил спекту искать полная чушь глупости не вы ведь две видео не видели хорошо выкатить эти не 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 были типы и такие боевики которые были с оружием но большинство было безоружных они голыми руками убивали посмотрите хорошенько видел все 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 запечатлено все что угодно без они были без оружия большинство были многие там допустим из там из трех тысяч которые ворвались из них примерно там тысячу были вооруженные остальные нет и и вот то что я сейчас вам рассказывает окажется полной чушью глупостью правда то это не странно что этого нет нигде в мире это смешно правда но это не смешно это это вошло в в наши в наши днк израильской армии так воспитывают израильских солдат это настолько сильно пошло в нашу в кровь еврейской еврейской армии что и главнокомандующий израильской армии бени ганс бедямин ганс что он сейчас глава одной из партии там править самых таких важных партий в израиле тогда он был главнокомандующим израильской армии он сказал об этом в прямую он говорит я там мы находились в военных действиях и перед нами было гражданское население я я подверг подверг опасности солдат голлани то есть это такая группа и отборный солдат я их подверг опасности во имя гражданского населения арабов это все запечатлено записано где я этому не стесняюсь я этого не стыжусь наоборот я этим горжусь это есть наша наша армия и дело в том что люди не это не настолько не очень-то понимают не это не знают но на самом деле это нет такого закона в израильской армии это только моральный кодекс но это не закон то есть то что сказал тогда бенни ганс главнокомандующий это был противозаконным приказом да и ему нельзя было этого этого говорить но они есть в армии такие как бы силы действует израильской армии которые и которые как бы пытаются сделать так чтобы солдаты подумали что это есть закон то есть они создают такое как бы туманные такие всякие формулировки объяснение тогда так далее делают так чтобы было такое ощущение что да есть такой закон но это не закон это люди у которых есть свои адженты то есть существует как в израильском обществе особенно также в израильской армии существует свои концепции то есть наша армия очень сильно поддержана концепту ализации то есть что это значит вы наверное слышали что все были в шоке как же так как это произошло как не обратили внимание на то что это будет у нас такая прекрасная разведка у нас такие все это вдруг так такое произошло еще и заняло шамше 7 часов пока в пока вернули начались бои там атаковать они за эти 6 часов перри перерезали там тысячи людей и так далее и все удивляются как же так откуда почему мы пока об этом не будем говорить и не говорят мы пока после войны не будем искать виновным и сейчас пока но но история очень простая израильская армия несмотря на всю свою мощь является очень концептуальной армией что это значит что она концептуальна это значит что 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 как бы военное командование не для них главная идея главная их цель это не победа в войне а всевозможные адженды я не знаю как по-русски знаете если слово по-русски адженда адженды есть принято да то есть них концепции такие как бы то есть они принимают какие-то определенные установки и вот сейчас они будут действовать по этим установкам хотя эти установки могут быть неправильными могут мешать человечество могут помешать неважно есть такая установки вот по ней они действуют ну вот например есть такая установка в израильской армии что мы хотим чтобы девушки были служили в армии как и мальчики чтобы было что было равенство и они во имя этой концепции во имя этой установки готовы чтобы уровень военной армии снизился потому что понятно что уровень снижается не только что девушки меньше могут служить менее вен выносливы там и так далее так далее там все такое но сама атмосфера в армии она очень отличается когда есть возле тебя девочка или или ты или когда там группа агрессивных солдат а в армии должны быть агресс агрессивные настроения армия это не это не не прогулки но они вводят такую атмосферу что да там идут дежурить ночью там в каком-нибудь месте там девочки и мальчик вы понимаете что вряд ли они будут очень сильно дежурить и вот это и вот это сегодня в израильской армии очень сильно очень 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 сильно и и почему это так потому что вы сумели про как бы влезть верхушку командование всевозможные там ребята с такими какие-то своими концепциями феминистическая концепция например вот она до них они сумели вложить это в израильскую армию и это очень очень плохо это конечно вредит армии ну например там они хотели чтобы была женщина летчик а для того чтобы подготовить женщину летчик вообще любого летчика подготовить быть летчиком это стоит такое дорогое удовольствие что но стоит примерно как как самолет f16 вот они для того чтобы девочку сделать летчиком они и сделал несколько таких девочек есть то есть они они выбросили несколько самолетов f16 потому что она не может быть хорошим летчиком даже если она хорошо летает почему потому что летчик должен находиться на службе примерно 20-30 лет 25 лет то есть он кончает службу потом идет в резервы и каждую неделю раз в неделю он идет тренируется чтобы оставаться на хорошем уровне как летчик вот он после того как он уже вышел в отставку он продолжает быть быть летчиком в израиле хотя он живет обыкновенной гражданской жизнью но он летчик а девочка это не может сделать она становится мамой она не может летать когда она беременна у нее двое детей там она никуда не полетит ничего не сможет 20 лет после этого служить и они это сделали только чтобы доказать что женщины тоже могут доказали то есть и таких таких примеров я могу принести очень много концепций которые существуют в израильской армии да и вот такой такая же концепция была в израильской армии что говорила о том что там они пришли к выводу что хамас низ не посмеет на нас напасть потому что они получили хорошую там порцию в прошлый раз они сейчас будут бояться и поэтому из этой концепции они исходили поэтому они не держали войска на границах и там и все эти и вся эта история вся эта трагедия произошла потому что они думали что они не посмеют а почему не думали что они не посмеют потому что у них мысль работает голова работает как у европейского человека то есть европеец в такой ситуации не пошел бы на то чтобы и чтобы сделать такой такой шаг ну что они бы они уже понимают что что сейчас произойдет что произойдет что с ними сейчас будет я не понимаю что ну да и хорошо ты убьешь на здесь полтора ты полторы тысячи человек но ты понимаешь что мы сейчас тебя сотрем с лица земли понимаешь правда значит ты не пойдешь на это ты же не дурак ты же не самоубийца вот эта мысль которая нам кажется логичной правда вот эта мысль концептуальная мы сами мыслим концепциями но у них другие концепции для них и убить еврея это важнее чем выжить поэтому для них для них они уже победили в этой войне не важно как она закончится даже если мы сотрем газу с лица земли хотя этого не будет конечно но даже бы если это было и убили бы все хамасников это не победа они уже победили они то есть сделали то что они хотели они показали что евреев можно убить а вы сами при этом п получаете теряете все да мы готовы они готовы терять все и поедет главное чтобы показать одну секунду и об этом говорит наш митраж что когда пришли америке они сражаться с евреями первый раз то вы помните наверно в торе об этом описывается что они мы мы уходим из из египта и вдруг пришел молек с нами сражаться и мы их там победили и наши мудрецы говорят а что он этот молек который пришел с нами сражаться но что не понимал что мы его победим конечно понимал но зачем же он сделал он хотел охладить ванну как что это значит охладить ванну он говорит так было для всего мира все знали что евреи вышли из египта это была огромная мощь огромная сила они шли все их боялись это как вода кипящая ванна с кипящей водой никто не смел приблизиться тогда к евреям а этот амалет пришел и прыгнул в эту кипящую ванну он весь обожегся да он обжегся но ванна стала холоднее в глазах всего мира все поняли что это уже не кипящая вода это у них не было выбора у кого пришел да 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 про тогда еще не говоришь если рассказывать про наши для них это было они готовы пожертвовать собой ради того чтобы сделать плохо евреям а мы думаем в в рамках то есть нашим что конечно же он не пойдет на это ведь он же при этом умирает вот эта ошибка то есть была концепция и и и вот этот одна из таких концепций которые существуют в израиле которая нам нам очень сильно мешает сегодня эта концепция называется как сказать по-русски это не бильтими уравим не не замешанных есть такое понятие что гражданское население не замешанные или не говорят там не не виновные да это есть 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 наверно какие-то такие слова что имеется ввиду гражданское население которые они не 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 вина не виновны не виноваты до мир мирное население до мирное население так вот так вот когда хафиме пеша хафиме пеша да наверно тогда они не безвинные безвинные населения вот во время второй мировой войны в конце второй мировой войны когда предподошли к и уже вошли союзники и русские союзники вошли в германию то тогда был стал вопрос там была война там в возле города дрездена и тогда британцы и американцы решили просто стереть брезден с лица земли потому что было очень много военной силы немцев и пришли к черчиллю и сказали слушайте но ведь там же в дрездене живет и мирное население они-то они не 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 виноват ни в чем не виноваты как же ты их сейчас собираешься бомбить и черчилль сказал в германии нет не виноватых не бывает не виноватого немца такого быть не может почему такого быть не может потому что если ты живешь в этой стране то ты ответственный за то что твое правительство делает если тебе не нравится это то ты должен уехать из этой страны а если не уезжаешь то ты продолжаешь быть то ты несешь ответственность за действия своего правительства ну вот например мы когда жили в советском союзе и и советский союз там делал там всякие плохие вошел в афганистан или там захватил чехословакию это то-то то я не был ответственность за действия совет правительства советского союза потому что они не давали мне оттуда уехать я хотел уехать и не давали но если ты можешь уехать и ты не уезжаешь то ты несешь ответственность за действия своего правительства поэтому ты не можешь сказать о себе что ты но ты же лично не убивал евреев ты был просто немцем ты жил в германии при правильно жил в германии работал на заводе создавал немецкое оружие оплатил ты был просто там мы в ресторане работал их обслуживал немецких солдат а ты просто был хорошим учителем географии ты готовил немецких военных ты не можешь жить в стране и при этом не давать и как бы не помогать этой стране даже если ты ничего там не делал ты платишь налоги ты поддерживаешь немецкую машину военную даже если ты коллега и ничего не плотно было не виние не платишь налоги то тем не менее сам факт твоего присутствия в этой стране тебя считают знаю что в германии сегодня находится 90 миллионов человек а это а это определенная мощь мощь государства количество людей даже если ничего не делал тот факт что ты находишься в стране которая совершает преступление ты такой же преступник ты несешь ответственность и все что будет с этой страной ты должен нести такое же наказание то есть тут и ты несешь это 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 ответственность наказать и ответственно наказание и вот сегодня ты живешь например в себе в россии началась эта война с украиной который ты там идешь убиваешь людей которые тебе ничего не сделали ты убиваешь и ты не уезжаешь из россии можешь уехать и ты остаешься ты у ты соучастник и соучастник этих этого преступления а как же иначе я говорю только по большому счету но этот большой счет сводится в конечном итоге к вашему двоюродному брату который там сидит сейчас и он помогает этой этой военной машине убивает других людей которые ему ничего не сделали он захват хочет захватить их территории а тот кто не хочет нести ответственность за россию сегодня у и уехал в казахстан а ну и у него же там нет квартиры он оставляет свой дом где он будет жить в казахстане у него же там нечего жить да верно живи в палатке на на берегу озера кушай кушай к коре эти вот ягоды и листики и не будь частью этой этой машины если ты немец тебе ты не был антисемитом ты не был против евреев ты просто родился в германии уходи оттуда а ты не ушел значит ты должен разделить судьбу немецкого народа то есть будешь разбомблен и ты не можешь как а ведь мы же мирное население не бывает это то что чертеж сказал не бывает мирного населения все виновны и и действительно было тогда убита в в дрездене есть разные мнения которые движутся от 150 до до 250 тысяч человек не в нем не солдат были убиты для в дрездене я думаю правильно сделал хорошо что он это их разбомбил магиены то есть это заслужили кто не хотел тот ушел и все что будет потом в советском в россии тоже им это им положено не хотел жить в казахстане там на берегу озера будешь делить судьбу россии после войны будешь за это отвечать и то же самое сейчас в израиле по отношению газе газа это место где там преступники а мирное население ничего плохого не сделали они они соучастники вот я вам дам такой маленький пример приехал здесь в израиле очень распространен такой ролик который показывали все его видели может быть даже вы тоже были очень популярны по всему миру летит израильский самолет военный чтобы разбомбить один дом в котором находятся террористы и солдат этот летчик вдруг говорит я вижу возле этого дома детей там крутится мирные дети я стрелять не буду и ему с командовым пунктом отвечают хорошо ты прав не стреляй отмена 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 стрел и он разворачивается улетает вы видели этот ролик это это его показывали все время там и было мы есть много таких роликов много много не один много про самолеты про то там правил теле не стреляют весь мирное население теперь я спрашиваю этот домик в котором находились там террористы и он не был разбомблен из-за из-за детей маленьких которые крутились там эти террористы где они сегодня откуда они пошли оттуда сейчас они пошли в в наши в израиль резать и наших детей то есть этот летчик который пожалел маленького мальчика который возле этого дома он не пожалел этого еврейского мальчика который жил в кибуце там которого от которому эти ребята оторвали ему голову вот эти вот террористы которых он не разбомбил вот это то что имели ввиду наши мудрецы которые сказали шаулю ты как как эдуард как сказали добро плохому до добрый к плохому плохой к доброму да да понимаете вот об этом идет речь ты был добрый к плохому и это сделало тебя плохим к доброму и вот этот тот же вопрос который возникает по отношению к по отношению к тору те кто читает тору наверное обратили внимание то есть не 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 пите кижни а весь тонах да вы наверное обратили внимание что там очень часто описывается что евреи ведут войну там с какими-то народами их убивают там режут и детей маленьких женщин стариков всех убивают без без исключения вот например там идет речь про рассказывается о том как евреи там должны были войти в город ай ты при захвате и ушла и они уничтожили там все население а или например 7 народов которые были в израиле тогда это я не знаю как по-русски называется на иврите называется там и буси и хити и мури и к на ним хиви га га ши и призи и так далее было 7 народов которых мы уничтожили все население включаем младенцев то же самое происходит по отношению к амалекин нужно уничтожить всех без исключения и когда мы это читаем в торе мы видим что это нас немножко это коробит мы говорим ну как некрасиво это не очень как бы не подходит еврейскому характеру мы же сказали в начале что мы добрые и мы стеснительные и мы милосердные там и тут мы уничтожаем всех от мало до велика там женщин беременных старух там всех вырезаем без конца как же там где же где же это еврейская доброта где же это еврейская некрасиво правда но проблема в том что когда мы читаем эти строчки на на перспективе в 3300 лет назад когда мы это читаем то нам это кажется что мы в наши дни и вот там описано что когда евреи заходят там там допустим эти вот всем всем народов можно представить это будет там молдаване и грузины и казахи и там мы заходите садитесь вот есть как раз место и вот мы это мы читаем там что эти все семь народов они были и там такие ужасные и мы себе представляем это как как сегодня в наши дни там вот если бы пришли там эти семь народов были как 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 мы знаем там такие-то такие там башкирцы там туда и вот они всех вырезают это ужас какой как некрасиво мы просто не понимаем что это написано в торе примете если бы ты поменял не это не голландцы там французы бельгийцы грузины и молдаване или казахи применяете слова призе и в усе гаргаши и хитих и веев все это поменять это на слова в зон дер команда с с стандартный фюрер и вафин сс гестапо и так далее так далее то это совсем другая история да и штаммы когда айсис на русском и гильда и гильдам и хамасом это совсем другая история это не башкиры и казахи и там или друзей или гагаузы это это фашисты теперь откуда я знаю это а может они были просто хорошим мирным усилением и мы пришли их всех убить а это я вам сейчас придите я имеет нет на русском этом я сумею вам показать нет одну секунду да вот смотрите я вам сейчас зачитываю из торы закон который говорит который говорит когда подойдешь к городу чтобы завоевать его то пригласи его или на правильно сказать перевод перегласи ну ну правильно сказать призови его пригласи его к миру и будет если он отозвется тебе на мир и отворить тебе то пусть весь народ находящийся в нем платить тебе дань и служит тебе если же он не помирится с тобой и будет вести с тобой войну то осади его а когда передаст его господь твой в руки твои то порази всех мужчин в в нем астре менеджуна и тогда то есть здесь идет речь о законе и сейчас вы знаете что не все что написано в торе это является галахой но вот то что сейчас я вам зачитал это галаха по еврейский по еврейскому закону по галахе нельзя убивать никого в этом мире включая даже амалеким то есть амалек нельзя их убивать без того чтобы дать им возможность уйти просто призвать его к миру и сказать если хочешь уйти уходить то что сейчас например евреи делают в газе они говорят там всем людям в газе мы будем вас обстреливать в этот северный этот а вы уйдите из этого северного округа и перейдите в южный и мы вас там не тронем на обороне точно не тронем мы вам там дадим и продовольствие воду там туда электричество все дадим там а здесь нет они то есть у них есть выбор по галахе нельзя убивать никого без того чтобы предложить ему уйти просто уйди все что если выбор нереальный если в данном случае хамас а проще говоря местная власть условно говоря любой кроме хамаса им это не позволяет мы да 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 я сейчас я понял я сейчас это объясню я уже говорил об этом не еще расскажу я думаю сейчас допустим у них есть возможность все уйдут их никто не будет трогать нельзя по закону их трогать ни детей ни женщин никого не взрослых никого даже если не солдаты не трог нельзя по закону трогать а если он говорит а я не хочу отсюда уходить но я с тобой готов делать мир я против тебя не бою я сдаюсь я не хочу воевать то и в этом случае нельзя его не просто убивать нельзя такого человека а с ним нельзя у него по голове я с вами говорю да нельзя у него сорвать яблоко в его саду и скушать без его разрешения потому что есть такое понятие называется гезельгой то есть нельзя брать у нееврея силой что-либо и обманывать его нельзя и то что я сейчас сказал вам это 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 галаха если вам это интересно кто-то если кто-то понимает не влите одну секунду если кто-то понимает на вид я вам сейчас это все зачитаю ну вот например пишет и рамбан но я не буду вам сейчас это зачитать на это на вид но знаете что это по по закону рамбан находится в книге яда хазака находится на аллахот малахим перегвав то есть это это вы голову который касается царства 6 глава 1 аллаха о вот я нашел то что я сейчас сами как говорил ты я же как раз нашел то что я хотел сказал а асс в ассурли шакер бибритам были ахзэвлаем то есть и нельзя обманывать их и и как бы как сказать еще какое-то слово и лгать им то есть нельзя делать так чтобы вот они поверили а на самом деле ты сделаешь по-другому ахарши и шлиму выкиблу шевами свод если они если они принимают твои условия то все их нельзя трогать они только должны тебе платить дань то есть признать твое твой твой суверенитет над ними и все а тот кто хочет воевать он должен знать что когда он идет на войну то он ставит в опасность не только себя но и свою маму своих детей всех потому что война война без без ограничения без 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 правил до конца но это твой выбор ты можешь сделать так можно по-другому теперь я отвечу на то что вы спросили за тогда до этого каждый человек ответственный за свое государство если хамас не дает вам двигаться там туда и сюда то вы ответственны за решение хамаса потому что до того как он вам не дал двигаться вы выбрали его вы за него голосовали а если вы не голосовали то что вы делали в газе есть там хамас у вас там правительство фашистов уйдите оттуда почему вы там находитесь если вы находитесь то вы то вы берете на себя ответственность за все действия вашего правительства и поэтому вас будут уничтожать неважно сколько вам лет я думаю это очень очень морально очень нравственно и наоборот если ты не борешься со злом вот это не нравственно мы как бы выросли на таком миф мифе это такой как бы такой что вот война это плохо мир это хорошо война плохо и мы хотим там это мира мы люди мирные мы мы против войны этот подход ненравственный это та же концепция которая вам промывают мозги там что самое главное там я знаю чтобы вы купили какую-нибудь хорошую машину там или кока-колу то также вам промывают мозги что самое что что мир это самое хорошее но подумайте то есть не спешите действовать это как 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 автоматически а задумывайтесь на тем что я сейчас вам скажу подумайте хорошенько неужели не дать возможность злу существовать и у вас есть возможность с ним бороться это является нравственным поступком если вы можете остановить зло и вы его не останавливаете разве это нравственно то есть настоящий хороший человек не может не в не бороться со злом если вы хороший человек как вы можете дать злу существовать это такие всякие там разговоры два толстого непротивление злу насилием там всякие такие разговоры на этот глупости по правде вы можете сейчас помните я вам рассказал этот фильм про про иди и смотри про гитлера вы можете сейчас убить гитлера и вы его не убиваете потому что он там маленький мальчик кто же вы после этого разве вы можете сказать о себе что вы хороший человек знаете зная что вы могли остановить нет я говорю я говорю заранее если вы дома пророк приходит и говорит вот этот вот ребенок он гитлер это это вы не видели этот фильм и иди и смотри если есть такой фильм климов по моему режиссер этого фильма показывает что 11 там как бы получилось как бы время пошло в обратную историю и вот человек он пришел и знает что перед ним сейчас лежит маленький гитлер и он в него не стрельнул он как бы является положительным героем а то что ты в него не стрельнул значит ты сейчас своими руками дал возможность убил 70 миллионов человек разве это называется хороший человек тот то может остановить зло его не не останавливает да эдуарду что-то хотели сказать я боюсь ошибиться вы и царю царь который знал что его потомок будет злодеем не хотел иметь ребенка нет и нет как это совмещается то что я хочу сказать он хотел что он хотел это был царь христиан да он хотел предотвратить это зло да но всему ему сказал всевышний тип это не твое дело ты должен что же что это конечно твое дело не подождите подождите вам приходит порог и говорит убей этого мальчика маленького он амалек это гитлер вот и все да что вы хотели сказать фирме интересно реальности такого не существует если мы с ним есть такой интересный фильм современный особое мнение они на придумали машину которая предвидела даст да да окей фантастика но мы-то не знаем как это работает сюда сегодня максим что можно сделать уже реагировать на событие да а как можно сделать так чтобы этого действительно исходило потому что на фильмах да 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 верно верно поэтому существует то что называется то что называется мораль мораль войны когда идет война то не ведется счет отдельным 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 людям если сейчас существует то есть военные действия и ты должен там взорвать какой-то определенный объект и стреляешь вот тут то ты не ты не должен думать а вдруг там есть кто-то кто-то ничего плохого не делал вдруг там есть маленький мальчик поэтому верно 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 а наш вопрос будет а что он там делает все что что да уничтожить врага а и ты если там будет мирное население то это их проблема это мораль войны да да а вот так мы сегодня более головами про народа говорили была такая фраза у вас что пишите мире не так уж и хорошо а если взять например пример соединенных штатов америки которые на своей территории у них не было войны с внешним врагом вот ты живешь иммигрант и евреи такой же да и тот же американец в штатах и просто делаешь стараешься для себя делать есть такая фраза американская мечта как-то пытаешься в жизни достичь чего-то для себя не оглядываясь на вьетнам и израиля и палестины где россия 70 процентов американцев даже не знают на карте что показать живут и якобы в мире со своими проблемами я думаю что что здесь дело не дело не том-то америка или там какая-то другая страна а дело такое что если тебе приходит враг хочет тебя уничтожить тебе нужно с ним бороться его и с ним воевать а если ты этого не делаешь то это не нравственно я думаю что и америка если бы кто-то пришел там их их убивать они они бы тоже пошли бы воевали также это было тогда они пошли уничтожили американцы уничтожили даешь это и гиль и они лично послали там свои трупы которые там когда не трупы по-русски это король эти группы да они послали свои группы это трудно английском языке это труб с этой солдат своих послали их убивать бен лабин бен ладина в пакистане то есть они понимают что есть необходимость бороться со злом и так же мы тоже так думал в заключении я хочу только вам сказать такую вещь что я думаю что для если бы израильские силы вели себя нравственно то им нужно было бы просто сказать что каждый каждая семья в которой есть хамасник будет уничтожено и все то есть вот сейчас там ваш двоюродный брат вошел вступил в хамас в этот момент все знают что в любой в любую секунду может прилететь самолет и разбомбить весь дом с детьми с женщинами со всеми все кто есть там если бы была такая атмосфера да это нужно заканчивать видимо если была такая атмосфера то это то не было бы никакого хамаса дедушка оторвал бы голову своему своему внуку если бы увидел что внучек сделал рогатку потому что израильтяне могут подумать что рогатка этот чтобы стрелять в их сторону и это может подло они могли бы павли зачитать рогатку как оружие и они сейчас бросят бомбу и твоя бабушка умрет и я их дети и все 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 вся наша вся наша хамула все умрут из-за тебя из-за рогатки а ну пошел и все это и таких нужно было примерно пять шесть десять семей таких взорвать бум 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 и было бы тихо 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 я думаю это было бы самое гуманное решение сколько человек тогда погибло 10 семей в каждой семье есть 10 человек 100 человек погибло и все и был бы мир было бы тихо спокойно им было бы хорошо от этого то есть не нам только было бы хорошо а те которые живут в газе им было было бы хорошо потому что я был в газе 40 лет тому назад и было тихо да что вы прочитали если достаточно внимательно слушал то вы прочитали из глухих что если он не согласится то нужно убить но поминается только мужчин да это в этой случае за ли все но там написано только мужчина там в этом случае мужчина в других случаях написано всех без исключения то что то что связано с это по принципу как история doing до да 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 всех нужно передать и это я думаю самое гуманное гуманное решение этой проблемы мы просто мыслим Действительно по европейски. Дело в том, что они другое мышление. Дело в том, чьи рады погибнуть, чтобы быть джахидом и главное жизнь не на земле, а в семьдесят девств. Вот там же и главное. То есть это не аргумент жестокости. Аргумент, наверное, то, что нам Раб Фирман рассказывал, что сорок лет назад ему, солдату Цехала, арабы совершенно искренне давали и воду, и подарок, и фрукты. Вот в этом же все. Да, но почему они нам давали? Потому что они боялись. Я вам скажу почему. Да, 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 я понимаю, душу. Но я вам скажу почему. Потому что они думали, что мы им сделаем то, что они сделали бы нам, если бы они нами правили. То есть то, что они сейчас сделали у нас, они думали, что мы сделаем им. И поэтому они к нам так хорошо относились. Из страха? Из страха, конечно, из страха. Конечно.